Мы живем в такое время, когда народ Божий должен искать ответы только у Бога и только в Его Слове. Пожалуйста, услышьте меня. Кризис, который мы переживаем сейчас, не является следствием ужасов бандитизма или смертельной пандемии. Все дело в отклонении от истинной христианской веры. В период с 1984 по 1986 годы я переживал борьбу в молитве. У вас бывало такое? Тогда вы понимаете, что я чувствовал. Это было как в истории про Иакова, когда он боролся с Богом в молитве. Это были очень болезненные переживания. У меня был очень простой вопрос к Богу. «Ты действительно хочешь, чтобы я основал эту церковь, которую теперь мы называем Церковь Апостолов?» У меня было очень много сомнений. Я не был уверен, слушаю ли я Бога и Его голос, или я следую за своими мыслями. «Видцы, не обманывайтесь». Мы часто слушаем сами себя и сами отвечаем на свои же молитвы. Об этом была моя борьба, чей голос слушаю я. Я очень хотел быть послушным Богу, поэтому дело было не в послушании. Вопрос был в распознании и умении различить голос Божий. И в то время моих борений. И в наши дни я всегда понимал, что для передачи полноценной библейской истины следующему поколению необходим особый формат, особая конструкция, способная помочь в подготовке будущего поколения, которую можно сравнить с трехногим табуретом. Первое звено в этой цепи — это, несомненно, дом. Вторым звеном является церковь. И затем идет школа или образование. А вот что было у меня на сердце в то время. В моем случае я мог бы сбросить со счетов образования и школ. Я был готов к этому, но дом и церковь, должны были быть неразрывно связаны, чтобы вместе суметь основать, утвердить и воспитать новое поколение, способным принять истину. Но Бог открыл мне нечто особенное в этой борьбе. Он использовал мою личную корысть, чтобы вытащить меня из состояния благословенного спокойствия и сделать то, что он пытался до меня донести все эти два года борьбы в молитвах. Чтобы заставить меня подняться с места и начать делать то, что он хотел, ему буквально потребовался один телефонный звонок от человека, который теперь является членом нашей церкви. Это был звонок от заведующей воскресной школы в церкви, которую мы посещали на тот момент. Итак, она позвонила и сказала мне, «Вчера у нас была встреча с новым директором по христианскому образованию». Он встречался с учителями воскресной школы, и он сказал следующее, «Друзья, вы уделяете слишком много времени Иисусу, а нам нужны всесторонне развитые дети». Послушайте, я верил в это в 1986 году, и верю в это сегодня, прямо сейчас, когда стою перед вами, церковь и дом. Это два самых важных места для следующего поколения, где они могут не только узнать о библейской вере, но могут научиться жить с ею. Тогда я еще и не догадывался, что эти антихристианские и антибиблейские сил, которые только начали появляться в церквях на тот момент, через 35 лет займут такое вопиющее, торжествующее положение. Невозможно было представить тогда, что эти силы будут настолько открыто изводить, запугивать и даже преследовать верующих детей. Это привело к тому, что к 2020 году многие христиане поддались этому давлению и согласились, что нужно просто плыть по течению. Возлюбленные, я верю всем своим сердцем, что сейчас наступило время, чтобы дать отпор с помощью нашего духовного оружия. Выслушайте это внимательно, пожалуйста. Мы обладаем духовным оружием, духовной властью, чтобы научить, снарядить и сохранить следующее поколение. У нас нет другого выбора. Для меня не секрет, что силы зла в течение последних 70 или даже 80 лет хорошо спланировали и поработали над тем, чтобы повлиять на наше новое поколение. Откройте глаза. Нам не получится победить их за один день. Я понимаю это. И у меня нет иллюзии на этот счет. А вот почему мы в нашей благословенной Богом, церковной команде, прикладываем все усилия, чтобы в следующие 10 лет применить и осуществить Божие видения для нашей церкви. А вопрос, почему я так страстно увлечен этим? Потому что, мои дорогие друзья, Писание говорит нам, что будущее поколение — это наш самый важный актив. Новое поколение — это наша самая важная инвестиция. Откройте 126-й псалом и, пожалуйста, держите его сейчас перед собой открытым, потому что он нам понадобится. Сегодня особенно. Итак, 126-й псалом в 3-м стихе говорит нам, что наследие от Господа — это дети. Ни богатство, ни влияние. Нет общества, ни от кого-либо еще, но от Господа. Вы уже слышали это от меня и услышите еще не раз. Наши дети не принадлежат нам. Это дети от Господа, и он верил их нам. От кого же дети, скажите? От Господа. И он говорит нам, что будущее поколение — это самая большая ценность, которую Бог доверил нам. И далее он продолжает, что стрелы об руке сильного, то сыновья молодые. Обратите внимание, что у этого псалма есть основное значение и второстепенное. Основное его значение — это псалом о семье. Второстепенное значение — это псалом о церкви. Вот почему в самом начале псалма, в первом стихе, мы видим и читаем напоминание о верховной власти Бога в наших жизнях. Он — Бог, который дал нам все. Бог, который дал нам наших детей. Бог, который дал нам наше будущее поколение. Бог — это тот, кому можно и нужно доверить следующее поколение для его же защиты. Затем псалмопевец пишет рассказать нам о нашей обязанности перед теми, кто идет за нами. при этом возлюбленное Слово Божие очень ясно говорит нам, что мы не можем и не способны исполнить эту обязанность безбожьего могущества и силы, действующие в нас. Дорогие, нам не стоит разбазаривать его дар или вкладывать его во что-то, кроме самого важного в этом мире, а именно знать и любить Бога, наслаждаться и послушаться Его Слову, чтить и уважать Писание. Мы с вами хорошо знаем, как много родителей тяжело и изнурительно работают для того, чтобы обеспечить своих детей всем необходимым, и слава Богу, что у них есть такая возможность. Но при этом они забывают самую важную и самую ценную ответственность натренировать и подготовить их как воинов Божьих постоянным напоминанием им об их важности для Царства Божьего и о том, насколько могущественно они могут быть использованы Богом, а также наглядно показать им, что наибольший успех в жизни — это быть светом для Иисуса, где бы они ни оказались. Мое сердце разрывается от того, что Церкви постоянно заняты планированием и поиском способов веселого времяпрепровождения и развлечения детей. Послушайте, я не против хорошо проводить все время? Я люблю это, так же, как и все. Это здорово, я за то, чтобы дети были развитыми, но не в том смысле, как это имел в виду тот пастор в 1986 году. Он говорил, вы уделяете слишком много времени Иисусу. Так он и сказал, нам нужны всесторонне развитые дети. Помню, я сказал тогда, после того, как повесил трубку с моими детьми, этого не будет. И мы ушли оттуда без оглядки. Я взываю сегодня ко всем, а не только к родителям и бабушкам с дедушками. Послушайте, я верю всем сердцем, что это откровение предназначено для всех. Неважно, замужем ли вы, есть ли у вас дети или нет, мы все должны взяться за этот плуг и трудиться, чтобы передать следующему поколению всю библейскую истину в целости. А если вы пожилой человек, то помогите кому-то, кто моложе вас. А если вы пожилая женщина, то вложите все в женщину моложе вас. Если вы студент, то протяните руку тем, кто еще учится в начальных или старших классах. Таким образом, мы охватим абсолютно всех. Чаще всего вам достаточно будет выслушать с кого-то и, может быть, дать мудрый совет. А может, надо будет объяснить что-то из Библии. Но в любом случае, каждый из нас, каждый без исключения, может что-то сделать. Так давайте вернемся к первому стиху из 126-го псалма. Если Господь не созеждит дома, зачем мы строим дома для наших семей? Правильно? Если Господь не охранит города, зачем нам города? Чтобы в них жили семьи. Если Господь не созиждет дома, если Господь не сохранит город, все в руках Господа. Иначе мы просто не сможем это вынести, как одна мама, с которой я разговаривал когда-то давно. Она была так подавлена, что сказала, что я хочу сдаться. Пожалуйста, не сдавайтесь. Я прошу вас, продолжайте. Мы здесь, чтобы помочь вам. Господь дал нам драгоценный дар, бесценный подарок. Наше будущее поколение. А что делают с подарком? Может, запирают под замок или ставят на обозрение? Нет. Его используют по назначению. Его разворачивают и ему находят применение. Но сначала надо осознать его огромную ценность, почувствовать ответственность перед дарителем и сделать все возможное, чтобы оказать ему почтение. Вложить все, чтобы этот дар не лежал без дела. Я могу с уверенностью сказать, что без помощи дарителя нам не повлиять на новое поколение. Без него нам не ободрить их. Нам надо вселять в них чувство ответственности за будущее постоянным напоминанием, что они дар от Бога, что они жизненно важное звено в этой цепи. ведь они те, кто будет нести ответственность. Уже из-за тех, кто придет после них. Они это наши стрелы. Взгляните на четвертый стих. Сказано, что стрелы в руке сильного человека. Понимаете, в древнем мире стрела являлась самым смертоносным оружием на войне. Поэтому, когда Библия говорит об атаках дьявола на нас, то упоминает огненные стрелы. Помните, в послании к Ефесиным говорится о всеоружии Божьем и о щите. Предназначение этого щита веры в том, чтобы обезопасить нас от этих стрел и погасить их огонь. Они теряют свою силу и не могут навредить нам. Пожалуйста, не упустите мою мысль. Во время битвы ты будешь либо стрелой, либо целью. Если ты пассивен и не предпринимаешь никаких действий, если ты всегда только защищаешься, то ты будешь мишенью, притягивающей стрелы врага. Но не мы, не те, кто доверен нам, не должны быть такими. Нам надо переходить в наступление. Мы должны научиться использовать наши стрелы. Мы должны научиться захватывать вражеские территории. Я не умоляю значение обороны, это важно, но если мы и те, кого Бог доверил нам, перейдем в наступление, то мы сможем одержать сокрушительную победу. Кроме того, в Псалме не говорится, что будущее поколение должно научиться быть мишенью. Нет, давайте посмотрим это вместе. Стрелы. Быть стрелой подразумевает другое мышление, абсолютно другую стратегию и склад ума. Совершенно другой подход. Доверьтесь лучшему стрелку из лука во всей Вселенной. Я говорю о Святом Духе. Позвольте, я дам вам несколько советов и подсказок по использованию стрел, хорошо? Во-первых, стрелы очень быстро и далеко летают. Выстрели из лука и стрела сможет преодолеть огромное расстояние. Она движется со скоростью света, ее невозможно увидеть в полете. Послушайте, влияние вашего величайшего вклада в чью-либо жизнь вы, скорее всего, сможете увидеть только на небесах, потому что, сделав это, вы не будете трубить об этом на всех углах. Ваше величайшее служение следующему поколению, скорее всего, будет невидимо. Но помните, что в древние времена у стрелы был огромный радиус действия. Исайя в 49-й главе во втором стихе говорит об этом, как и все Писание, и подтверждает эту мысль. Он говорит о силе слова, о силе слова жизни для следующего поколения. Он говорит, что слово будет как стрела, благодаря силе Святого Духа в ней. Послушайте, что Слово Божие говорит, «Соделал уста Мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою изостренную, в колчане Своем хранил Меня». В книге Иеремии, 51-й главе, 11-м стихе, мы видим ту же самую мысль. Он говорит, «Острите стрелы». Возлюбленные, пришло время заострить наши стрелы. Мы поднимаем щит для того, чтобы защищаться. Но зачем затачивают стрелы? Для славы Божьей и нашего благословения. И перед тем, как закончить, я хочу еще кое-что сказать о стрелах. Бывало, что стрелы использовались, чтобы доставлять послание. Берешь сообщение, прикрепляешь кострию и стреляешь в сторону врага, который берет и читает его. Также стрелы использовали как знак. Если помните, 1-я книга царств, 20-я глава, 21-й стих, «Давид и Иоаннафан были близкими друзьями, и в то время Давид скрывался бегством от одержимого злым духом царя Саула». Иоаннафан сказал ему, «Если стрела полетит в эту сторону, то это означает одно. Если же стрела полетит в другую сторону, то это означает другое». Его стрелы служили посланием. Так что стрелы могут служить и во благо, и во зло. Сатана тоже использует стрелы. Я уже упоминал об этом. Поэтому нам надо направить наши усилия на молитву, чтобы наше новое поколение стало стрелами в правильных руках. Богохульные силы, противящиеся Библии и нашим семейным ценностям затачивают, направляют и нацеливают свои стрелы зла на наше будущее поколение. Поэтому у нас с вами нет выбора. Мы должны натренировать следующее поколение, не просто держать в руках щит веры и уметь обороняться от стрел лукавого. Но мы должны научить их, как им самим, стать стрелами, подготовить их, всегда быть на чеку, чтобы их не могли обмануть. Боже, в нашей сегодняшней культуре столько обмана, лукавые и двусмысленные разговоры, лживые лозунги, которые только звучат хорошо, но полны яда внутри. Мы должны научить наше новое поколение быть острыми стрелами в руках святого и всемогущего Бога. Нам надо научить их не бояться запугиваний и манипуляций, не стремиться быть принятыми, невзирая на цену. И главное, научить их молиться, жить и ходить с Господом. Но услышьте, пожалуйста, главное. Этому невозможно научить просто на словах. Это надо показать своей жизнью. Ведь они смотрят на нас и подлавливают на том, как мы поступаем. Да, учить необходимо, но не так, чтобы это звучало, как «делай то, что я тебе говорю, но не делай того, что делаю я». Именно поэтому в Псалме написано, «Если Слово Божие не станет центром нашей жизни, если Писание не станет центром наших семей, наших церквей и общества, то тогда мы можем потратить хоть триллионы долларов на образование, но результатом станет падшее общество». Не помню точно, но мне кажется, Альберт Швейцер сказал, «Личный пример — это не самый главный метод влияния, а единственно возможный». Итак, мои возлюбленные друзья, если мы будем молиться, направлять и учить наше будущее поколение, то сможем совершить великий подвиг ради Бога. И уж если мы собираемся совершить этот подвиг, то лучше сделать это, являя Христа следующему поколению. Мы должны предоставить им наши жизни как пример свершений для Бога, который они смогут увидеть, а не просто услышать, посмотреть и забыть этот пример.